Саша из Питера учится в Славянском университете, а в Ленинграде кем? На переводчика в Москве. А, ты в Москве? Да, сейчас. Я хотя живешь в Питере. Сейчас ты в Питере. Да, но потом в феврале снова в Москву. А, и надолго? Два мая. На мая. А сколько лет осталось? А так последний. Последний год. В Ереване будешь еще? Когда-нибудь приятно. Ну, я здесь, смотри. Очень приятно. Если получится, и загляну. Как в том фильме, да, бриллианты выручили? Руга. Нет уж ничего. Ну, вот. Так что вот так. Очень хороший, интеллигентный парень. Спасибо. Познакомились месяца два назад и... Подружили. Когда я приехал, третий день. Да, и все вы были. Как раз, да, я был на смене. Да, я на тебе. Симпатия, а? Симпатия приятно. Ну, в общем, вот так пока что не началось. Саша, давай. Обращаемся. Саша. За что выпьем? Оба. Скажи, расскажи что-нибудь про себя, слегка так, коротко. А можешь и длинно. Я оказался в Армении благодаря университету. У нас есть программа мобильности между московским и юриландским университетом. Да. И я приобрел очень много здесь. Граждан больше, чем потерял, если бы не поехал. Ну, естественно. Очень рад здесь находиться. Армении тебе в целом понравилось? Мне, да. Особенно... Мне же Дюмри понравился. Да. И Джермок понравился. Джермок. А где еще был? Был в Ичмиадзине. Ага. В Мавире. Храм видел Ичмиадзинский? Да, вроде бы все. Ты сам из Питера, учишься в Москве по... Как это называется программа? По обмену, да, или как? По обмену сейчас у нас... В Москву никто не поехал. Да. Ты решил приехать к нам. Да. В Армению. И учишься в славянском университете, русско-армянский университет, российско-армянский. И завтра улетаешь в Питер. Ну, это уже хорошо. Домой всегда. Дом всегда теплее, да? Ну, это правда. Но и в Армении тоже было тепло. Ну, да. И народ, да, гостеприимный. И кухня. Ты армянскую кухню пробовал? Я пробовал на Валхад. Пробовал на Маджо. Ага. А шашлык, машлык. Тик, тибир. Валаши. Да. Долму пробовал, или нет? Да. Да? Понравилось? Долму или блюдо? Да. Вроде бы. А, лимонады. Да. Ну, национальная кухня у нас вкусная, если уж так. Да. Так что молодец, Саша. Мне все понравилось, но я соскучился. Ну, подумал, да, всегда человек скучает, тем более, что родители там одни сейчас ждут тебя, друзья, само собой, да. Вот так, Саша. Так что будешь у нас в Армении, приходи в гости. Я всегда рад, я всегда рад хорошим людям. Спасибо. И, дай бог, может, и я загляну в Ленинград как-нибудь в Питер. Не далеко. Да, да, да. Относительно. Да, ну, конечно. Раз и все, да. Главное, чтобы этого вызова по визам не было, да, у нас, чтобы без вызова режим был, все будет нормально, я думаю. Так что, дорогой, выпьем. Опа! За все хорошее. Давай, будь здоров. Угощайся. Если нет. Вот это я скину YouTube. Посмотришь с родителями. И будем общаться, переписываться. Да. Да. Сам футбол занимался. Ага. С 12 до 16. Любишь футбол. А за кого болеешь? За... Реал Мадрид. В смысле, из ваших, за Спартак? Нет, тогда нет. В Спартак есть вообще такая команда осталась? В Москве, конечно. А, в Питере у вас что был? А, Зенит. А, Зенит, 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 да, 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 помню. Но в Спартак есть баскетбольный. Ленинградский Зенит, не Зенит, помню, конечно, в советское время. Смотрел по телеку. И сюда тоже приезжали, играли с нашими. С Араратом. Просто не помню, кто победил. Да, Зенит, правильно. Ну и поэтому я решил, что... Я просто в целом люблю футбол. И оттуда бесплатно, в частности, случаев. И очень доступно. Что меня поражает, так это... Вот у нас... Для автобусов команда отдельная дорога, отдельный вход на стадион. Ага. И... Нет никакого доступа к представителям клуба, для обычных болельщиков. Ага. Вот здесь я пришел на футбольный матч, сел на трибуну, и вижу, справа от меня сидит человек, 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 особенно очень знакомый. Ага. А я вам потрогать сегодня буду, поздороваться. Ну... И... Мехтарян был на этом? На этой игре? Или... Это не те команды, да? Нет, нет, нет. Мехтарян был в Италии. Да. А, ну да. Он нам недоступен. Хотя я его на улице несколько раз видел. Да? Да, да, да. Он тут... Да, 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 да. У него тут дом. Жена, дети. Да. Не, он простой вообще, не... Он так нормальный парень. Да, ну, он... Да, да, да. Экран приятный. Да. А кто твои родители вообще по профессии? Филологи. Геологи оба? Ух ты. Филологи. Филологи. А, я о геологии услышал, да. Филологи. Работают по профессии или... Ну... Сейчас уже нет, наверное. Мама работает. Папа, не папа. Папа. Понятно, понятно. Да. Вот так вот. Уже все хорошо. Да, слава богу. А в Татеве тебе не очень, да? Ну, этот канат на... Нет, не в Татеве, а с канат на другой просто несите, понравилось. Канат на этот не очень, да? Да, да. А так вот, конечно. В монастыре был? Да. Да. На монастыри похожи. Они очень строгие внутри. Ну, у нас вообще-то, да, строгие монастыри. Смотрев за границей, допустим, в том же Иране, наши монастырии, ну, церкви совсем другие. Тут у нас в Армении более такие астетические, да? Так, в строгих тонах все у нас так было. Потому что другая у нас, как бы, знаешь, в плане финансов, допустим, мы именно в те далекие, в древние времена именно вот строили церкви именно вот таких строгих тонах, там, без всяких. А вот в загранице, допустим, в той же Европе армянские церкви, это как на католические похоже, а католические церкви очень такие разнообразные, очень красивые, в общем-то. У нас другие, у нас церкви, знаешь, они в основном были еще и крепостями, да, можно так сказать. Потому что вот когда были там нападения, все, они оборонялись, именно вот эти бойницы там стреляли, отстреливались, держались. У нас там катакомбы, все это. Всегда оборонялись вот в церквях, там держали оборону страшную. Поэтому церкви как-то у нас всегда защищали в этом плане. Ну, вот так. Я был в Литвове-Пеларуси, в Полоцке. И близ Полоцка находятся несколько костелок. Да, 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 да. И вот они внутри очень разнообразные. Да, 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 да. Эти костелы тоже именно в те времена строились, именно в этом плане там тоже держали оборону от поляков, от литовцев. Да. Все это тоже такое было. Вот. А в хору Вираби был? Был. Да. Спускался в ту яму вот там, где... Там в дыре. Да, 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 да. В яму в Вираби был. Был, да. Там Григория Просветителя. Держали. Да, держали. Он выжил. Ну, наверное, знаешь эту историю. Выжил. Вылечил царя Тардата Третьего. И после этого Армения приняла христианство. До этого гоняло христиан, кто был, ну, кто верил в Иисуса, как бы. Сильно гоняли, а потом стали гонять тех, кто не верит в Иисуса. И поэтому все языческие храмы у нас в основном... А, в Гарни Герарти был? В Гарни конкретно? Да, в Симфонии Камней. В Симфонии Камней очень красивый момент. Не был там? Не был. А Гарни, Гарни, ну, храм Гарни, который языческий храм первого века. Ну, и уже Гегард тоже. Гегард – это копье. То копье, которое пронзили Иисуса Христа. На армянском называется Гегард. Гегард – это означает копье. И по преданию вот это копье, значит, армяне... Ну, которые... В общем, армяне это копье выкрали, как бы, и перевезли в Армению. И тут где-то у нас в Эчмядине это копье хранится. Но это по преданию. Был еще в Сиване? Да, Сиван, по настыре или вообще? Это, ну, в целом. Да, 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 да. А ты в городе тоже был, в самом Сиване, да? Ну, он так, городок. Ну, да, да, но... Раньше был промышленный город Сиван, Раздан, а сейчас уже там... Озеро, если нет. Озеро, озеро, озеро хорошее, да. Да, 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 да. И в Нураванке тоже. В Нураванке. Поднимался по этим вот, этим ступенькам Нураванки, которые ползком надо подниматься и... Ну, вдоль, прямо по храму, да, вот это треугольные такой ступеньки, но ползком надо туда. Так стоя не пройдешь. Упадешь обязательно. На четвереньках надо ходить. А Шаки, Водопад... Где? Водопад Шаки. Водопад это где? Это тоже юг. Да. Шаки, да, я что-то... Может, по-другому? Не слогу, это не тихо. А. Ну, в какой части Армении? Ну, это юг, вот, блин, недалеко от иранской границы. А, вот так, да? А, нет, это не очень. Ну, в той, именно вот, к Мегри, в той части, в Мегри я вообще не был. Ты доехал до Мегри или нет? Нет. Там у нас в советское время, в общем, закрыто было, как бы. А сейчас посмотрим, что будет. Да. Очень понравилась Южно-Кавказская железная дорога. А, да. Вот в горах я не рад. А ты сейчас проехал или как? Из Гемривериона ехал. А, да, да, да. Я ехал на... А поезда хорошие хотя бы, новые, современные или эти старые? Ну, есть современные, но я ехал на... На старом, да? Старом советского образца? Да, да. Вообще, милиция. О-о-о. Вызвать нужно, может, от милиции. Да? О, интересно. А метро? На метро проезжал у нас? Да, да, да. Шар Шангарит как раз на футболе был. А-а-а. С вами Елита Сардакан. Елита Сардакан. На Шангарит я как-то пару раз. Даже так, пару раз. В парке Победы был вот? Да, да. Да? Там, где это колесо обозрения, новое, кстати. А то старое... Старое есть? Я не знаю сейчас. Старое, да? Тоже там, но чуть подальше вот от нового. Новый прямо вот с города виден, когда в городе стоишь у оперы, да? Там он виден, а старый не виден. Ну, я не знаю, старый остался или нет? Я там давно не был. Я не уверен, но, наверное, нет. Наверное, нет? Тут я не знаю. Потому что старый из города не виден. Вот там, где опера, да? Вот если встанешь, посмотришь, вот новое обозрение вида колесо, а вот старое оттуда не виден. Ну, старое... Старое. Надо его уже убрать, я так думаю, если не убрали. Да. Вот так вот. Напоследок посидели неплохо. Сегодня исполнилась моя мечта. Я оказался в гостях. В армянской семье. В армянской семье. Да. Ты не был, да? Нигде не было ребят знакомых таких. Ну, у меня в университете одна вселочная пара, и не не с кем познакомиться. А, ну да. Поэтому только вы. На вас вся надежда. Спасибо большое. Спасибо тебе. Ты очень хороший парень. Мне приятно, что мы познакомились, пообщались. Своим. И, ну, дай бог, еще встретимся когда-нибудь. Да. Приедешь в Армению, я тут, одним словом. Недалеко от Славянского университета. Ну, ты уже дорогу знаешь и к университету, и к моему дому тоже. Так что будешь и с родителями приезжай, одним словом. Спасибо. Спасибо. Вы тоже к нам. Как получится, приеду. Ну, давай, дорогой. Спасибо тебе. Спасибо. За встречу. КОНЕЦ